итак приветствую вас уважаемые зрители в сегодняшнем видео мы с вами поговорим еще об одном интересном раннем растении которое называется черемша посмотрим какими полезными свойствами обладает черемша при каких заболеваниях она помогает расскажу вам также где это растение произрастает когда она цветет можно ли его как-то заготавливать впрок и многое другое но начнем как всегда с небольшого описания и так черемша это многолетнее растение относится к семейству аморилисовые подсемейство луковые высота этого растения как правило не превышает 50 сантиметров от 15 до 50 сантиметров листья у растения довольно крупные продолговатые или ланцетные ширина в среднем около четырех сантиметров и каждое растение имеет всего пару листьев довольно интересный такой стебель у черемши стебель трехгранный на верхушке стебля находится такое густое полушуровидное соцветие из мелких и душистые цветки такого белого цвета время цветения черемши начинается в мае где-то в середине мая и длится до начала июля растет черемша практически во всех странах центральной северной и южной европы любит черемша тенистые хвойные и смешанные леса чаще всего именно там ее и собирают но иногда также можете их на болотистых почвах и вблизи кстати черемша находится под охранным статусом запрещен массовый ее сбор занесено растение в красную книгу белоруссии украины латвии литвы и многих областей россии а именно курской рязанской московской ленинградской и смоленской давайте посмотрим какие еще есть названия этого растения и так черемшу также называют медвежий лук говорят что название это пошло из-за того что медведи как известно после пробуждения от зимней спячки пробуждаются они ранней весной организм у них требует витаминов а в эту пору как раз в лесу растет богатая витаминами черемша которые они и употребляют в пищу также растения называют дикий чеснок лесной чеснок и колба кстати все части растения особенно листья имеют такой чесночный запах вот ну и давайте посмотрим на химический состав содержится в черемше эфирное масло гликозиды белки фитонциды природный антибиотик лизоцин довольно много витамина c особенно в листьях и множество макро и микроэлементов а именно железо магний медь кальций селен цинк кобальт молибден никель хром и бор особенно листья богаты на медь и селен которых у многих людей не хватает этих элементов да поэтому черемша для них будет очень полезным продуктом так мы посмотрим теперь на свойства обладает растение бактерицидным свойством противоцинводным противоглистным и фунгицидным то есть убивает грибки различные по поводу применения черемши в медицине используют ее как в народной такой научной медицине причем не только нашей научной медицине но и западной созданы даже некоторые медицинские препараты на основе черемши один из которых называется вузалин используют его для заживления гнойных ран вот значит известно также растениям своим свойством понижать уровень холестерина в крови поэтому очень полезным будет для людей которые страдают от атеросклерозом применяю также при цинге при повышенном давлении кстати черемша вообще позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему подобно чесноку растение также увеличивает амплитуду сердечных сокращений при этом уменьшает частоту сердечных сокращений спиртовую настойку из листьев иногда из листьев и цветов используют для лечения кашля бронхитом используют ее также для растираний при радикулите также черемша очень полезна при различных кишечных инфекциях глистах улучшает растение пищеварение и придает аппетит каких-то противопоказаний применению черемши нет так ну и немного про заготовку вообще конечно полезнее всего употреблять свежие листья черемши но не только листья но и стебли которые можно добавлять в салаты во вторые блюда точнее в первые блюда извините собирают зелень до начала цветения и тут еще одна такая особенность это температура которая влияет на вкус черемши например если собирать зелень когда весенняя температура будет уже превышать 20 градусов по цельсию то растение значительно изменит свои вкусовые качества и также изменится концентрация витаминов сушить черемшу не рекомендуется так как высушенном сырье практически нет никаких полезных веществ распространено также как вариант заготовки квашение соление и маринование но самый полезный способ это конечно же заморозка ну на этом все всем спасибо за внимание будьте здоровы всем пока